Приветствую друзьям. Признаться, SMSL Su8S это один из тех цапов, что буквально поразил меня своим звучанием. То, как он прорабатывает тембры и пространство сцены в глубину, заслуживает высочайшего внимания и похвалы. Базируется аппарат на новеньком флагманском чипе ESS 9068AS. За USB отвечает тоже последняя 32-битная ревизия XMOS XU216. Также на борту имеем Bluetooth с поддержкой APTX HD кодека, полное декодирование МКИ потока и PCM с DSD просто какого-то космического уровня. Ну и как вишенка на торте, у ЦАПа имеются как классические RCA, так и балансные XLR выходы. Очень интересный девайс, самое время рассмотреть его поподробнее. Собственно, поехали. Упаковка устройства очередной раз нас знакомит со схематично изображенным внешним видом моделей и наличием пройденной Hi-Res Audio сертификации. Я уже начинаю подозревать некоторый негласный стандарт по этой части. В комплект нам положили, ну конечно же, карточку с указанием официального сайта компании, где можно скачать электронную версию инструкции по эксплуатации, а также драйверы для операционной системы Windows. Также тут имеется пульт дистанционного управления, антенна для Bluetooth, такой вот практически полутораметровый USB кабель и 4 дополнительные резиновые ножки, ну а также, конечно же, классический шнур питания. Блок питания нам встроили непосредственно в корпус девайса. Пульт, в принципе, друзья, стандартный. Подобные мы уже несколько раз встречали, например, у устройств Sabage. Его основным достоинством, я считаю, возможность использовать сразу с тремя устройствами. Так герой обзора определяется на букве C, при этом A и B здесь остаются вакантными. Выполнен пульт из приятного на ощупь матового пластика и работает от двух AA-батареек. Из функционала на него вынесли отключение звука MUT, регулировку громкости, переключение активного входа и настраиваемую из основного меню кнопку Fn. Последняя может принимать одно из трех значений. Быстрое переключение XLR, RCA, все выходы и Bluetooth. Сомнительная, конечно, идея, но почему бы и нет. Корпус ЦАПа у нас полностью выполнен из металла. Сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res аудио сертификации. Снизу аппарат фиксируется на трех резиновых ножках. Почему именно три, мне лично абсолютно не ясно. Вся конструкция в принципе устойчивая, однако если что-то положить сверху или просто нечаянно надавить на один из задних углов, то аппарат будет ходить. Возможно, именно поэтому нам и приложили в комплект еще три дополнительные резиновые ножки. Хотя куда логичнее было сразу приклеить четыре по углам, но в SMSL решили таки выделиться. Из входов нам доступен уже привычный набор из Bluetooth с APTX HD кодеком, USB, оптики и коаксиала, на выходах RCA и баланс на XLR. Переключение между ними происходит с пульта или в основном меню девайса. Еще больше удивляет, что ровно как и у Loggi мы имеем инвертированные версии каждого из выходов. На передней же части находится небольшой IPS-дисплей и многофункциональный регулятор с приятными тактильно-механическими щелчками. Долгое нажатие на него включает и отключает устройство, а короткое переносит нас в системное меню. Здесь можно выбрать активный вход и выход, один из трех встроенных в ЦАП фильтров, как будет работать SPDIF, то есть через ЦАП или через USB-чип, девять видов тональной окраски звучания, режим предусилителя, установки кнопки Fn, коррекция джиттера, а также яркость и время подсветки экрана. Окраска, если верить инструкции, немного так подправляет АЧХ, так что лучше изначально выбирать значение Normal. Хотя на слух, честно говоря, отличия прямо-таки еле-еле ощущаются. На главном же экране отображается у нас тип воспроизводимого активного потока, выход, направление фазы, громкость и активный битрейт. При работе аппарат практически не нагревается, места на столе особо не занимает, да и выглядит довольно-таки, на мой взгляд, неплохо. Разбирать SMSL SU-8S никакой причины нет, поскольку вся начинка нам изначально известна. Базируется аппарат на самом свежем и очень крутом чипе ESS ES9068AS с полным декодированием MQA потоком. За USB отвечает уже последняя реализация Exmos XU216, а на Bluetooth установили неназванный нам чип от Qualcomm с поддержкой aptX и aptX HD кодеков. Алгоритм работы с девайсом невероятно прост. Лично я подключаю его по USB к своему ноутбуку, а на выход соединяю активные мониторы Yamaha, ну или стационарный усилитель для наушников SMSL HO200. Тут кто как использует. Через внешний усилитель, конечно же, удобнее, так как у нас появляется возможность использовать и наушники, и акустику. Причем последнюю можно подключить напрямую в ЦАП, ну или чуть подкрасить звучание усилителем в режиме преда. Включается ЦАП автоматически, в меню или с пульта выбираем вход и выход, регулируем уровень сигнала и начинаем получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Под Windows 10 аппарат у меня определился автоматически, сразу способный к работе через WASAPI. Для более тонкой настройки и поддержки ASIO интерфейса с официального сайта можно скачать и установить специализированные драйвера. Там можно немного изменить задержку или отключить защищенный режим. Но лучше ничего не трогать, так как неверные параметры могут привести к появлению щелчков и разнообразных звуковых артефактов. В панели же Windows нам доступно разрешение до 32 бит, 384 кГц. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем со всеми приложениями и стриминговыми сервисами, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. По Bluetooth ЦАП способен работать посредством SBC, AAC, aptX и aptX HD кодеков без LDAC. Функция удобная, однако максимального качества от устройства можно добиться исключительно по кабелю. Все замеры тут естественно получились в состоянии отлично. Прекрасная кривая АЧХ, достойный уровень шума и динамический диапазон, а также все искажения ниже уровня минус 110 дБ. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. Помехи только какие-то у меня появились в сети, но то недостаток моей проводки. Анализатор подытожу результаты, оценка и отлично. Шикарные измерения, тут мне добавить нечего. По подаче SMSL-SO8S придерживается своего фирменного подхода с просто великолепной передачей акустического пространства каждого трека. В процессе прослушивания я использовал свои мониторы Yamaha и связку с усилителем для наушников SMSL-HO200. Для сравнения же использовался ЦАП Topping E50 и усилитель для наушников Topping L50. Причем слушал эти четыре девайса во всех возможных связках и комбинациях. И, как это не удивительно, наибольшее удовольствие в плане наушников я получил именно от SMSL-SO8S в связке с HO200. В Topping сделали реально отличные аппараты, но пространство они не передают от слова совсем. Нет ощущения погружения, да и, например, скрипка на втором плане или мужской хор на третьем у Topping звучат настолько невыразительно, что их надо прямо искать в музыке. В то время как в SU8S все вот оно прямо как на ладони. И скрипку прекрасно слышно и в хоре можно даже выделить отдельные голоса. Что на фоне, без сомнения, очень техничного и детального топпинга выглядит ну просто феерически. Причем данная связка у меня уже почти полгода и я, сравнивая ее все новыми и новыми ЦАПами, только продолжаю ей восторгаться. Сам же ЦАП, как я уже говорил, в сравнении с целой кучей других моделей, просто невероятно детальный, мелодичный и до безобразия подробный. Каждый тембр слышно с точностью, но чуть ли не до манеры игры исполнителя. FX-Audio DAC-SQ3, FX-Audio D01, Sonkos LA-QXD1. На его фоне довольно-таки мутноватые SMSL-M100MK2 и AIMA DAC-A5 Pro слишком уж упрощены по текстурам. Пока что SMSL-SO8S это лучшее, что мне удалось послушать. Правда и стоит он совсем других денег, так что тут все вполне логично. В плане стилистики герой обзора отлично подойдет все направленное на передачу пространства и прорисовку текстур второго и даже третьего плана. То есть разнообразная акустическая музыка, джаз любой степени сложности, лирическая электроника, металл с уклоном в оркестр или оперу, ну и конечно же все варианты классической и академической музыки. ЦАПу вполне хватает прозрачности, насыщенности и глубины, причем последней в плане массы низких частот, глубины построения сцены и объема каждого из тембров. Единственное, почему бы я выбрал, например, топпинг E50, это стандартная на фоне Су-8С, скорее даже немного плоская сцена. Однако именно такая лучше всего подходит для большинства разнообразных скоростных тяжелых жанров. Невероятная по точности прорисовка и построение пространства там будут явно лишние. Хотя никто не запрещает к Су-8С взять в пару, например, топпинг L50, что немного поумерит пыл симфонической музыки, однако прекрасно раскроет тот самый скоростной металл. То есть от того, с чем именно сочетается, будет зависеть и конкретный результат. Я же двумя руками за те возможности, что нам предлагают аппараты SMSL в связке друг с другом. К тому, что инструменты на заднем плане не просто фон или какой-то вторичный элемент, а полноценное дополнение лидирующих партий, мгновенно привыкаешь и после этого уже тонны того, что так не умеют, рассматриваются как нечто примитивное и спорное. Если же разобрать звучание ЦАПа по частотам, то тут и придраться ну совсем не к чему. Быстрый, глубокий, при этом очень текстурный бас, сочная выразительная серединка и весомые ненапрягающие высокие частоты. Ничего не режет, не сверлит и излишне не ерчит. Все воспринимается сбалансированно, мелодично и приятно уху. Так что лично я буквально подвисал на двухчасовых концертных записей, проглатывая их практически на одном дыхании. Из наушников в тестировании участвовала моя любимая тройка KB Air Aurora, Yannin Canon и KENERA Scout. Все эти модели ну просто шикарные и также представляют у себя лучшее, что только попадало ко мне в руки. Все те великолепные акустические пространства, что разворачивались в данных связках, вообще никак не описать без выражения полнейшего восхищения. Так что в том, что дорогие ЦАПы это совсем другой звук относительно бюджетных моделей, есть своя, друзья, беспощадная истина. Так круто отыграть даже сложную музыку, как это делает SMSL SU8S, на мой взгляд, мало кто способен. Я абсолютно доволен и в предвкушении, что же SMSL предлагает в своих топовых решениях. В общем, друзья, откровенный восторг и мое глубочайшее уважение инженерам компании. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL SU8S прежде всего радует своими компактными габаритами, наличием пульта управления, встроенного блока питания, поддержкой Bluetooth, APTX и APTX HD кодеками, набирающего популярность в стримингах MQA и просто великолепными замерами. По звучанию же это чуть ли не лучшее, что я вообще, друзья, слушал. Именно тот случай, когда неважно на каком плане звучит инструмент, прорисован он будет до самых мельчайших подробностей. Сцена полностью раскрывается в глубину, прекрасная детализация, шикарные по глубине басы, да и вообще восприятие получается ну просто невероятно подробным, сбалансированным и очень мелодичным. Так что для любителей именно вслушиваться в музыку это просто, друзья, какой-то праздник. SMSL SU8S это реально ЦАП с большой буквы, способный качественно отыграть музыку любой сложности, ну и практически всех направлений. Полгода его гоняю и только положительные впечатления и мои рекомендации. Обязательно его послушайте, если представится вам такая возможность. Аппарат на 200 процентов достоин внимания. Это был стационарный ЦАП SMSL SU8S. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.